Часть вторая. Глава первая. Индийский океан. Здесь начинается вторая половина нашего подводного путешествия, начало которого завершилось волнующей сценой на коралловом кладбище, оставившей по себе глубокое впечатление. И так, не только жизнь капитана Немо протекала в лоне необозримого океана, но он и могилу себе приготовил в его недосягаемых глубинах. Там никакое морское чудовище не потревожит последнего сна владельцев Наутилуса, друзей, соединенных в смерти, как и в жизни, недосягаемых и для людей, как сказал капитан. Вечный вызов человеческому обществу, неукротимый в своей жестокости. Предположения, которые строил Канцель, не удовлетворяли меня. Он видел в капитане Наутилуса одного из тех непризнанных ученых, которые платят человечеству презрением за равнодушие к их особе. Он видел в нем непонятного гения, который, свергнув бремя земных обещаний, укрылся в свободной стихии, столь родственной его вольнолюбивой душе. Но, по-моему, подобное объяснение вскрывало лишь одну сторону натуры капитана Немо. В чем крылась тайна прошлой ночи? Зачем заточили нас в темнице? Зачем усыпили снотворными средствами? Зачем так резко вырвал капитан из моих рук зрительную трубку, прежде чем я успела окинуть взглядом горизонт? А смертельное ранение одного из матросов при обстоятельствах самых таинственных Все это наводило на размышления. Нет, капитан Немо не просто бежал от людей. Его грозное судно служило, может быть, не только приютом вольнолюбца, но и орудием страшной мести. Все это лишь гадание, слабый проблеск света в глубоком мраке. И я вынужден вести свои записки, так сказать, под диктовку событий. Впрочем, ничто нас не связывало с капитаном Немо. Он знал, что побег с Наутилуса немыслим. Ему не нужны были наши клятвенные заверения, никакие обязательства нас не стесняли. Мы были невольниками, были пленниками, которых из учтивости именуют гостями. Однако Нент Ленд не терял надежды вырваться на свободу. Он не применит воспользоваться для этого первым удобным случаем. Конечно, и я последую его примеру. И все же не без сожаления унесу я с собой тайны Наутилуса, так великодушно доверенные нам капитаном Немо. Что ж, наконец должен внушать этот человек ненависть или восхищение? Кто он? Жертва или палач? И я желал бы, искренне говоря, прежде чем расстаться с ним навсегда, завершить кругосветное подводное путешествие, начатое столь блистательно. Я желал бы исчерпать весь кладезь чудес, стоящихся в водах земного шара. Я желал бы проникнуть в самое сокровенное, скрытое от глаз человека, рискуя даже поплатиться жизнью за ненасытную потребность познать непознанное. Что же открылось мне по сию пору? Ничего или почти ничего, потому что мы прошли всего лишь 6000 лье под водами Тихого океана. А мне было известно, что Наутилус приближается к берегам обитаемых земель, и было бы жестоко пожертвовать спутниками в угоду моей страсти к неизведанному. Да и представится ли еще когда-нибудь такой случай? Придется, видимо, следовать за ними, возможно, даже указывать им путь. Человек, лишенный свободы, искал случай вырваться из плена, но любознательный ученый страшился такой возможности. В полдень 21 января 1868 года помощник капитана по обыкновению вышел на палубу определить угол склонения солнца. Я тоже поднялся наверх и, закурив сигару, стал следить за его действиями. Очевидно, этот человек ни слова не понимал по-французски. Я нарочно сделал вслух несколько замечаний, на которые он невольно реагировал бы, если бы понимал смысл моих слов. Но он был нем и невозмутим. В то время как помощник капитана, приставив Сикстан глазам, производил свои наблюдения, на палубу вышел матрос, тот самый богатырь, который сопровождал нас в нашей подводной экскурсии на остров Креспа и начал протирать стекла прожектора. Я заинтересовался устройством прибора, в котором, как в маяках, сила света увеличивалась благодаря особому расположению чечевицеобразных стекол, концентрирующих световые лучи. Накал электрической лампы был доведен до максимума. Вольтова дуга помещалась в безвоздушном пространстве, что обуславливало постоянство и равномерность света. Подобное устройство сберегало графитовые острия, которыми возникала светящаяся дуга. Экономия весьма существенная для капитана Немо, которому нелегко было возобновлять запасы графита. Наутилус готовился к подводному плаванию, и я поспешил спуститься в салон. Люк закрылся, и корабль направил свой бег на запад. Мы плыли по водам Индийского океана по необразимой водной глади, раскинувшейся на 550 миллионов гектаров. По океанским водам такой прозрачности, что голова кружится, если глядеть на них сверху вниз. Большую частью Наутилус шел на глубине от 100 до 200 метров, под уровнем моря. Так плыли мы несколько дней. Всякий другой на моем месте, пожалуй, счел бы путешествие утомительным и однообразным. Но для меня, влюбленного в море, не оставалось времени ни для усталости, ни для скуки. Каждодневные прогулки по палубе, овиваемые жирительным дыханием океана, созерцание сокровищ морских глубин сквозь хрустальные стекла в салоне, чтение книг из библиотеки капитана Немо, приведение в систему путевых записей – все это наполняло мои дни. Состояние нашего здоровья было вполне удовлетворительное. Пищевой рацион на борту шел нам впрок. И я охотно обошелся без всяких прибавок, которые Нэтленд из духа противоречия ухитрялся вносить в наше меню. Притом температура в этой водной среде была настолько ровная, что нечего было бояться даже насморка. Впрочем, на борту наутилуса имелся достаточный запас мадрипоровых кораллов – дендрофилий, известных в Провансе под названием морского укропа. Сочная мякоть этого полипа является превосходным средством против простуды. Вот уже несколько дней сряду нам встречалось множество водяных птиц из отряда водоплавающих семейства чайковых – морских чаек-поморников. Нам удавалось подстрелить несколько птичек, и водяная дичь, приготовленная особым способом, оказалась вкусным блюдом. Среди крупных птиц, способных совершать дальние перелеты и отдыхать в пути на гребнях волн, я приметил великолепных альбатросов, хотя их неблагозвучный крик напоминает крик осла – птиц из отряда трубконосых. Семейство веслоногих было представлено быстрокрылыми фрегатами, которые с проворством вылавливали рыб, плавающих близ поверхности воды. И множеством фаэтонов – тропических птиц, среди которых выделялись аллахвостые фаэтоны величиной с голубя. Белое в розовых тенях оперение этих птиц еще более подчеркивало черную окраску крыльев. Все эти наутилусы принесли разного рода морских черепах, из которых в правословом отношении самые ценные большие черепахи – каретты с выпуклым костяным панцирем, роговые пластинки которого идут для художественных изделий. Эти присмыкающиеся легко ныряют и могут очень долго держаться под водой, закрыв мясистый клапан у наружного носового отверстия. Некоторые из пойманных карет еще спали, спрятавшись в свой панцирь, служивший им защитой от морских животных. Мясо этих черепах невкусно, но яйца их составляют лакомое блюдо. Что касается рыб, мы постоянно приходили от них в восхищение, проникая сквозь хрустальные стекла окон в тайны их подводной жизни. Тут я обнаружил многие виды рыб, которые мне еще не случалось встречать в натуре. Прежде всего назову кузовков, которые преимущественно водятся в водах Красного моря, Индийского океана и у берегов Центральной Америки. Эти рыбы, как черепахи, броненосцы, морские ежи и ракообразные, защищены панцирем, но не известковым, не кремнеземным, а совершенно костным, состоящим из плотно прилегающих друг к другу шестигранных или четырехгранных пластинок. Мое внимание привлекли кузовки с трехгранным панцирем, коричневым хвостом и желтыми плавниками. Некоторые особи достигали длину полуметра. Мясо их питательно и превосходно на вкус. Я советовал бы акклиматизировать этот вид кузовков в пресных водах, в которых, кстати сказать, многие морские рыбы легко приживаются. Упомяну также кузовков с четырехгранным панцирем, у которых над глазами выступают четыре сильных шипа, так называемых четырехрогих. Кузовков крапчатых с белыми точками на брюшке, которые, подобно птицам, легко становятся ручными. Тригонов или хвостоколов, ротскатов с длинным тонким хвостом с иглой на его спиной стороне, которых за их своеобразное хрюканье прозвали морскими свиньями. Наконец, драмадеров с коносообразным горбом на спине, мясо которых жестко и малосъедобно. В ежедневных записях канцеля отмечены некоторые рыбы из рода иглобрюхов, характерные обитатели здешних морей. Спенглерис с красной спинкой, белой грудкой, примечательные своим тремя продольными прожилками на спине. Электрические рыбы длиною в 7 дюймов. В ежедневных записях канцеля отмечены некоторые рыбы из рода иглобрюхов, характерные обитатели здешних морей. Спенглерис с красной спинкой, белой грудкой, примечательные своими тремя продольными прожилками на спине. Электрические рыбы длиною в 7 дюймов самых ярких расцветок. Затем, как образцы других родов, яйцевидные, бесхвостые, темно-коричневого, почти черного цвета в белую полоску, диадонды, настоящие морские дикобразы, усаженные шипами и способные раздуваться точно шар, ощетинившийся колючками. Морские коньки, водящиеся во всех океанах, летучий пегасик с вытянутым рыльцем и грудными плавниками в виде крыльев, позволяющими, если не летать, то все же выскакивать в воздух. Плоскоголовики с хвостом, сплошь унизанным чешуйчатыми кольцами, длинночелюстные макрогнаты, превосходные рыбы в 25 сантиметров длиной, блестающие великолепной окраской самых приятных тонов. И тут же рядом окрашенные в явственно свинцовый цвет плоскоголовики с шершавой головкой, миряды прыгающих собачек сплошь в черных полосках с длинными грудными плавниками, скользившими с удивительной быстротой поверхности вод. Прелестные парусники хирурги, вздымавшие свои плавники, точно паруса при попутном ветре, блистательные рыбки-дракончики, которых природа одела в ухру и лазурь, в золото и серебро, гурами с волокнистыми плавниками из семейства бычковых упомянут рявец, вечно испачканный в тени и при трении костей жаберной крышечки, а другую издающий шум. Тригла, рот барвены, печень которой считается ядовитой, каменный окунь с подвижными веками, глазниц, наконец, брызгуны с длинными трубчатым рылом настоящие океанские мухоловки, вооруженные ружьями, о которых не мечтали ни Шаспо, ни Ремингтон. Из них убивают насекомых одной каплей воды. Из рыб, относящихся по классификации Лосапеда к 89-му роду отряда костистых, отличительным признаком которых является наличие жаберной крышки и перепонки, я заметила Скорпену с чудовищной формой головой и сильно развитой колючей частью спинного плавника. У некоторых представителей этой группы в зависимости от рода, к которому они принадлежат, область туловища и хвоста покрыта чешуями. У других же остается довольно широкое незащищенное пространство. Ко вторым относятся бугорчатка двуперая длиной в 3-4 дециметра с желтыми полосами на туловище и головой самого фантастического вида. Что касается первого рода, он представлен многими образцами фантастической рыбы, справедливо названной морской жабой, большеголовой с коротким мозолистым туловищем. От множества тупых шипов, усеявших тело, образовались вздутие и глубокие впадины. Некоторые виды этих рыб снабжены иглами на задней части головы. Уколы их опасны, вид этих рыб ужасен и внушает отвращение. С 21 по 23 января Наутилус шел со скоростью 250 льев в сутки. Иначе говоря, он делал 540 миль в 24 часа или 22 мили в час. Нам довелось наблюдать лишь за теми рыбами, которые следовали за нами в полосе света, отбрасываемого прожектором Наутилуса. Но при быстроте хода нашего судна ряды нашего эскорта постепенно редели, и лишь немногие рыбы соревновались еще некоторое время в быстроте бега с Наутилусом. Утром 24 января под 12 градусами 15 минутами южной широты и 94 градусами 33 минутами долготы мы увидели остров Киллинг кораллового происхождения, сплошь покрытый великолепными кокосовыми пальмами. В свое время его посетили Дарвин и капитан Фицрой. Наутилус прошел на близком расстоянии от берегов этого необитаемого острова. Драги выловили множество образцов разного рода полипов и иглокожих, а также любопытных раковин моллюсков. Несколько драгоценных экземпляров раковин дельфинок пополнили сокровищницу капитана Немо, которой я присоединил одного представителя звездчатых кораллов, часто поселяющихся на раковинах двустворчатых моллюсков. Вскоре остров Киллинг скрылся за горизонтом и мы направили свой путь на северо-запад к южной оконечности индийского полуострова. Цивилизованные страны, сказал мне в тот день Мэтленд, это будет получше островов Пупуа, где больше дикарей, чем диких коз. В Индии, господин профессор, есть шоссейные железные дороги, города английские, французские и индусские. Тут на каждом шагу встретишь земляка, и что, не пора ли нам распрощаться с капитаном Немо? Нет, 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 отвечал я весьма решительно. Пусть будет, что будет. Как говорите вы, моряки, Наутилус держит курс на континенты, приближается к европейским берегам. Пусть он доставит нас туда. А вот когда мы войдем в европейские моря, тогда посмотрим, что подскажет нам благоразумие. Впрочем, я не думаю, чтобы капитан Немо позволил нам охотиться на малобарских и карамандельских берегах, как в лесах Новой Гвинеи. Ну что ж, сударь, придется обойтись без его позволения. Я не ответил канадцу, я не хотел затевать споры. В глубине души я решил испытать все превратности судьбы, бросившие меня на борт Наутилуса. Пройдя остров Киллинга, мы замедлили ход. Но направление судна все время менялось. Мы часто погружались на большие глубины. Несколько раз приходилось пускать в ход наклонные плоскости, которые посредством внутренних рычагов могли ложиться наискось от ватерлинии. Это давало возможность опускаться на 2,3 километра под уровнем моря. Но ни разу не удавалось установить предельной глубины вод Индийского океана, где зонды длиною в 13 тысяч метров не достигали дна. Что касается температуры глубинных водных слоев, термометр неизменно показывал 4 градуса выше нуля. Я, кстати, заметил, что температура поверхностных слоев вод всегда ниже в прибрежных районах, чем в открытом море. 25 января океан был совершенно пустынен, и наутилус весь день шел по поверхности вод, рассекая волны своим могучим винтом, из-под которого взлетали в высоту целые каскады брызг. Как же было не принять это за гигантского кита? Я провел на палубе три четверти дня. Я глядел на море. Пустынен был горизонт, но около четырех часов вечера показался пароход, который шел к западу от нас. Его рангут короткое время вырисовывался на горизонте, но с парохода не могли заметить наутилуса, едва выступавшего из воды. Я подумал, что этот пароход принадлежит пароходному обществу Пенесуалар and Oriental Company, обслуживающему линию Цейлон-Сидней с заходом в Мельбурн и на мыс короля Георга. В пять часов вечера, перед наступлением коротких тропических сумерек, мы с канцелем наблюдали очаровавшее нас зрелище. Существует прелестное животное, встреча с которым, по мнению ученых, предвещает счастье. Аристотель, Афинеи, Плинии и Апиан изучали его вкусы и наклонности и ради его описания истощили весь поэтический арсенал Греции и Рима. Они дали ему имя Наутилус у Памфилиус. Но современная наука не утвердила этих названий. Ныне этот моллюск известен под названием Оргонавта. Если бы кто-нибудь завел с канцелем речь о моллюсках, то узнал бы незамедлительно, что моллюски или мягкотелые подразделяются на пять классов, что класс головоногих моллюсков включает в себя два подкласса двужаберных и четырех жаберных в зависимости от количества жабер, что животные, относимые к подклассу двужаберных, это осьминоги, каракатицы, кальмары, аргонавты, что к подклассу четырех жаберных относятся единственный представленный в современной фауне род наутилуса. И если бы какой-нибудь невежды спутал аргонавта, имеющего настоящие присоски с наутилусом, у которого простые щупальца, он не заслуживал бы извинения. Навстречу нам плыл целый отряд аргонавтов. Их было много сотен. Они принадлежали к роду аргонаута туберкулята, распространенному в Индийском океане. Эти изящные моллюски передвигались задом наперед посредством своей воронки, выкидывая ею воду, которую вобрали в себя при вдыхании. Из их восьми щупалец шесть тонких и длинных растелались по поверхности воды, а остальные два округленные глоневидно вздувались как паруса с подветренной стороны. Я хорошо разглядел спиралевидный завиток их раковины, которую Кювье справедливо сравнивает с изящной шлюпкой. В самом деле это настоящая лодка, построенная из вещества, которая выделяется двумя верхними щупальцами или руками моллюска. Раковина носит животное, но нигде с ним не срастается. Оргонавт волен покинуть свою раковину, сказал я Канцелю, но он никогда с ней не расстанется. Так же, как и капитан Немо, рассудил Канцель, поэтому лучше бы было ему назвать свое судно Оргонавтом. Почти целый час плыл на Утилус под эскортом моллюсков. Вдруг, неизвестно почему, животных обуял страх. Словно по команде, все паруса мгновенно были спущены, щупальца втянулись в раковину, тела сжались, раковины опрокинулись, переместив центр тяжести, и вся флотилия исчезла под водой. Никогда еще корабли ни одной эскадры не маневрировали с такой четкостью. В это мгновение солнце закатилось, внезапно наступила ночь. Только легкий ветерок подернет зыбью морскую гладь, да под кормой плеснет волна. На другой день, 26 января, мы пересекли экватор на 82 меридиане и вступили в воды северного полушария. В этот день нашу свиту составляла грозная армада акул. Здешние моряки кишат этими страшными животными, и потому плавание по ним небезопасно. Это были акулы с бурой спиной, белым брюхом и 11 рядами зубов. Акулы глащатые с круглым черным пятном на шее, напоминавшим глаз. Акулы синие, с округлой головой, испещренные черными точками. Хищные животные с яростной, с тенью малоутешительной набрасывались на хрустальные стекла окон. Недлэнд был вне себя. Он рвался на поверхность океана, чтобы пустить гарпуном морских хищников. В особенности ему не давали покоя разъяренные тигровые акулы длиной в 5 метров и акулы гладкие, пасть которых усаженная зубами, точно мозаикой выложена. Вскоре наутилус взял большой ход, оставив далеко позади самых резвых акул. 27 января при входе в широкий Бенгальский залив нам не раз пришлось видеть страшную картину. Навстречу нам плыли трупы. Это были трупы умерших индейцев, уносимые гангом в открытое море. Грифы, единственные могильщики в стране, не успели пожрать их. Но акулы не примен помочь им выполнить погребальный обряд. Около семи часов вечера Наутилус, поднявшись на поверхность, плыл по молочному морю. Синее море, куда хватало глаз, стало молочным. Не было ли этой игрой лунного света? Нет. Молодой месяц всего два дня, как народился, и еще не взошел на горизонте. И звездное небо казалось черным в сравнении с молочной белизной вод. Концель глазам своим не верил и просил меня объяснить причину этого поразительного явления. К счастью, я мог разъяснить ему, в чем дело. Это так называемое молочное море, сказал я. Огромное пространство молочно-белых вод нередкое явление у берегов Амбоина и вообще в этих широтах. Но не объяснит ли мне господин профессор, сказал Концель, причину такого явления? Не превратилась же в самом деле вода в молоко? Конечно, нет, друг мой. Молочная окраска воды, которая так удивляет тебя, вызвана присутствием в воде мириадов мельчайших животных, бесцветных, слизистых, светящихся червячков, толщиной волос и длиной в одну пятую миллиметра. Животные прилипляются друг к другу и образуют сплошные поля в несколько лье. В несколько лье? вскричал Концель. Да, друг мой, и не пытайся вычислять, сколько их тут, напрасно время потратишь. Если не ошибаюсь, некоторым мореплавателям случалось плыть по таким молочным морям более сорока миль. Не знаю, послушался ли Концель моего совета, но он умолк, глубоко задумавшись. Он, несомненно, занялся вычислением, какое количество простейших поместится на площади в сорок квадратных миль, если длина каждого из них равна одной пятой миллиметра. Что же касается меня, я продолжал наблюдать это удивительное явление. В течение нескольких часов Наутилус рассекал своим водорезом воды молочного моря. И я обратил внимание, что он скользил совершенно бесшумно по этой взмыленной воде, словно бы плыл во вспененном водовороте двух встречных течений, порой образующимся в бухтах. Около полуночи море вдруг приняло обычную окраску, но за кормой до самой линии горизонта небо, отражая белизну вод, казалось, было озарено отблеском северного сияния.